Чувашский велопутешественник Никита Васильев приехал в родной дом. В дороге он находился почти два года. Объехал множество стран. Никиту встречали друзья, журналисты и любители экстремальных путешествий. Позади 35 тысяч километров, десятки стран и городов, сотни людей на пути, много новой информации. Чтобы это все осознать, понадобится время, признается Никита. А пока у него простое человеческое желание отдохнуть после дальней дороги. Я зимой, может быть, буду писать книгу, уже какой-то большой отчет нужно делать такой. Постараюсь, надо найти вдохновение на это все. А зиму пока нужно собираться с мыслями. То есть я уже три зимы не был дома в наших краях, в наших широтах. Хочется посмотреть снег хоть нормальный, погулять, просто отдохнуть. Уезжал один, а возвращается и с десятками единомышленников. Никита Васильев за два года путешествий по миру обрел не только любовь и признание, но и самое главное, верную спутницу жизни. Расстояние для этой пары точно не помеха. Вдвоем они преодолели больше трех тысяч километров. Новосибирские Анастасии ждут родные и любимая работа. На авантюру девушка пошла, не раздумывая. Она признается, что было нелегко, но сложности только закалили ее характер. Честно, сама удивляюсь, как я решилась. Вот сейчас уже все позади и в голове не укладывается, если честно. Но очень захотелось просто что-то поменять. Я подумала, если я этого не сделаю, я буду жалеть просто всю жизнь. Хотелось посмотреть на Амир его глазами, посмотреть это все так, как он описывает в своем блоге, так, как он рассказывает. И это оказалось действительно так и сложно, и иногда просто, иногда очень интересно. Иногда даже плакать хотелось, потому что сложные моменты тоже были. Но это того стоило. На долгом и нелегком пути Никиту поддерживали и старшие товарищи. Сейчас, наверное, трудно еще оценить, что он совершил. Но я считаю, что он совершил настоящий подвиг. Настоящий подвиг. Он всегда на своем пути рассказывал о Чувашии. Он говорил всегда, люди везде одинаковые, они добрые люди. Они не хотят войны. Мы всегда можем, простые граждане, можем всегда договориться. Никита признался, что дорога и он – вещи неразделимые. И навряд ли у него получится жить тихой, размеренной жизнью. Поэтому будем ждать новых подвигов от чувашского путешественника. Татьяна Филатова, Александр Петров, Республика.